Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, считается ли адекватным следующее поведение. Я нечаянно ударил девушку игрушкой, не рассчитал замах, совершенно случайно ей прилетела мягкая игрушка по лицу. Сходу ежесекундный извинился перед ней, она со властью берет и со всей дуру ударяет меня ей уже намеренно. Но мое недоумение мне сказало, что надоело, когда ей случайно прилетает. И так постоянно, когда что-то нечаянно происходит, она мстит намеренно и с дикой агрессией. Что не так конкретно с этой ситуацией? Ситуация не так конкретно с этой ситуацией то, что девушка подавляет агрессию. Вообще, ну это вот, это если прям вот, это если прям вот как-то так, ну в общих чертах говорить. Вот, то есть девушка в целом себе запрещает проявлять агрессию тогда, когда она этого хочет. Вот, вот, не позволяет себе это делать. Ну, а когда возникает какая-то ситуация, то, естественно, как бы, ну, потребности, да, естественно, желание, они дают о себе знать в этом смысле. И, собственно, происходит взрыв. Ваша девушка постоянно напряжена, как будто бы. Это в целом то, что я бы мог сказать вам с точки зрения психологии, да, и с точки зрения вот психотерапии. Другой вопрос заключается в том, как мне кажется, вот девушка говорит, что ей прилетает постоянно. И, на мой взгляд, очень важный момент, прилетает ли ей постоянно от вас, или прилетает ей постоянно по жизни. Потому что, если от вас, если от вас ей прилетает постоянно, то это вопрос ваших взаимодействий именно друг с другом. Если ей по жизни прилетает постоянно, как она считала, то это немножко уже другой вопрос, к вам прямого отношения не имеющий. Вот. Ну, правда, от этого менее, как-то вот, скажем так, менее болезненным не становящийся, конечно. Я бы сказал, что здесь интересным фактом, на мой взгляд, является то, как вы на это реагируете в целом. То есть, вот, именно ваша реакция представляет интерес, потому что, судя по тому, как вы это описываете, мне показалось, что вы воспринимаете это на свой счет, если это так, то я полагаю, что вас это задевает, и, соответственно, проблема заключается в этом. В том, что вас это задевает, на мой взгляд, дело здесь совершенно не в том, что вас не должно это задевать, а дело в том, что вы чувствуете и как обращаетесь, обращаетесь со своими чувствами. Вот что важно. Потому что, мне, например, показалось, что со своими чувствами здесь вы обращаетесь, ну, крайне-крайне нехорошо, требуя, так скажем, от девушки, некой такой, может быть, компенсации за то, что она сделала. Да, девушка не чувствует себя с вами защищенной. Да, да, девушка не чувствует себя, ну, как-то вот спокойно, да, не чувствует себя, там, условно говоря, своей тарелкой и так далее, но понятно, что не за все это вы отвечаете, то есть за это вообще-то отвечает она. Я бы, пожалуй, просто обратил бы внимание на то, как девушка выплескивает пары, выплескивает агрессию, которых, ну, которых, ну, которых у нее, как мы уже поняли, довольно много, вот. Потому что, если это происходит постоянно, да, то, как бы, ну, надеяться на то, что это изменится в ближайшее время, то, что, ну, наверное, наверное, не стоит, то есть я бы не стал, не стал, надеяться. Вот, если девушка считает это проблемой, а сама, то она может обратиться в этом смысле к психологу, вот. Вот, сама обратиться и вместе со специалистом свою проблему решить, вот. То есть, ну, это, в принципе, вполне нормально и в этом ничего такого нет. А если девушка не делает этого, то уже вам нужно ответить на вопрос себе, да, принимаю ли я такую, какая она сейчас есть? А вот, хочу ли я, могу ли я быть в таких отношениях и как мне выстраивать отношения все-таки, ну, гармонично, скажем так. Вот, потому что, судя по тому, что вы описываете, да, выстраиваете, вы отношения с ней не совсем гармоничны. Я бы поднял вопрос о том, насколько хорошо вы друг друга знаете. То есть, насколько хорошо вы в курсе истории, ну, друг друга. Потому что, если не очень хорошо, если у вас друг к другу имеют место быть какие-то требования, например, и так далее. То, конечно, это все может оказывать, ну, вот, влияние такое достаточно негативное. Вот, ну, просто в силу того, что человек нам видится, там, условно говоря, только с одной, ну, с одной стороны. Да, то есть, это вопрос именно того, как вы взаимодействуете с девушкой, это вопрос именно того, как вы с ней контактируете. Насколько вы оба раскрываетесь во взаимодействиях друг с другом. Вот, и раскрываетесь ли вообще. Потому что, если нет, то этому что-то мешает. Тут тоже вот такая достаточно важная получается история. Вот, ну и в целом вот то, что сказал мой коллега Кудряшев Игорь Леонидович по поводу треугольника Карпмана. Очень-очень тоже подходит, потому что вы меняетесь. Девушка как будто бы ждет в какой-то степени вот того, когда вы ошибетесь, да. То есть, вот, ну, ждет какой-то ошибки с вашей стороны. Чтобы вас подловить, вы извиняете. Хотя логичнее было бы возможно. Ну, вообще, там, например, вот, а в такие игры, например, не играть. Ну, и с личными границами поработать вам с личными границами очень-очень не помешает. Потому что такое ощущение, да, что вас довольно легко, вам довольно легко внушить в этом смысле, что вы виноваты. Вот, если, ну, у девушки получается это сделать, вот, то, естественно, она будет, ну, вот вас делать виноватым. Виноватым просто потому что. То есть не потому что она, вот, знаете, какая-то плохая, ну, какая-то плохая, например. А именно вот потому что, ну, вы в этом смысле, ей, ей позволяете это делать просто-напросто. Ну, вот, и, собственно, все. То есть отношения нужно выстраивать, ну, вот. Так. Чтобы, ну, вот, чтобы было комфортно. Чтобы было комфортно вам, чтобы было комфортно ей и так далее. Вот. Понимаете, да, какая штука? А если, как бы, ну, комфортно, ну, например, если комфортно только или только вам, то, конечно, в этом смысле, ну, ничего хорошего не будет. Просто. Вот. Вот. Поэтому учтите данный аспект, когда в следующий раз окажетесь вот в такой ситуации. И попробуйте заметить свои эмоции, попробуйте заметить свои чувства, попробуйте заметить свои переживания. И я думаю, что ситуация потихонечку начнет улучшаться. Для вас. Ну, по крайней мере. Вот. На этом, на этом, пожалуй, все. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Хочется сказать вам, что вы, ну, вы молодец, большой молодец, что об этом заговорили. Вы большой молодец, что тему эту подняли. Вот. Как мне кажется, вероятно, вам это было непросто сделать, но вы все же об этом заговорили, это здорово. Вот. Поэтому я считаю, что как минимум, ну, будущее у ваших отношений может быть. Ну, конечно, ну, желательно, вот, какие-то усилия для этого прилагать. То есть, не просто, да, вот, как-то, ну, спрашивать, что не так конкретно в этой ситуации. А именно, вот, меняться, меняться, там, условно говоря, самому, если вам это интересно. Вот. И помогать, помогать меняться девочкой, если вы этого хотите, если вы в этом, ну, заинтересованы. Как-то. Вот. Поэтому я думаю, что у вас все может получиться. Вот, я думаю, что вы молодец, я думаю, что, может быть, немножко потребуется изменить вектор того, как вы видите девочку сейчас. Вот. Вполне возможно, что видите вы ее под не совсем корректным углом на данный момент. Вот. И именно, ну, именно, именно, вот, в силу того, в каких отношениях вы находитесь. И если девочка согласна, да, если девушка как-то вот считает, что проблема есть, да, то вы можете прямо, ну, вместе обратиться за консультацией, за помощью. Если мы вам поможем, поможем и предложим какие-то решения. Всего доброго вам. Одно. И. 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 Бук.